Центральное место в историко-этнографическом музее относится к дому семьи Гангаловых. Они проживали здесь в 17 веке, о чем говорят хозяйственный инвентарь, мебель, украшения и прочие экспонаты, связанные с жизнью Удин. В целом здесь насчитывается свыше 2000 экспонатов. Этот дом-музей один из древнейшихся домов в нашей деревне, дому 200-250 лет. Это известный парикмахер в нашей деревне, а в виде клиента ее папа. Тогда, так как не было салонов, люди приходили домой стричься, а это было ее рабочее место. Эти восковые фигуры, они сами жили в этом доме, последние жители этого дома. Сейчас я вам покажу гостиная комната. Вот женщина, она известная швея в нашей деревне, сестра парикмахера, то есть дети этого дома. У нас это очень интересная комната, что-то вроде молельни. Это комната священника, тогда, так как не было церкви, люди молились в таких комнатах. Перед входом в комнату, где молилась семья, находится вот такой вот колокольчик. Перед тем, как люди уж молились, извиняли в колокольчик, чтобы вся остальная семья пришла, чтобы молиться. Осталась спальная комната. У нас тут люлька, больше 100 лет, семейная люлька. И ружье, которое по-азербайджански называется «Дайан Долдрум». Если перевестись, то и заряжу. Мы сейчас отправляемся наверх, где находятся прочие экспонаты этого дома. Они как принадлежали семье Гангаловых. В том числе там есть экспонаты, которые были вручены жителями деревни для музея, чтобы они могли быть продемонстрированы тем, кому интересна история в целом Азербайджана, Габалы и села Ниц. А это чердак. Тогда зимой тут проводили свадьбы, а в остальное время, говорят, что-то хранили. Орех или еще что-то. На сегодняшний день в мире насчитывается около 10 тысяч представителей этой древнейшей этнической группы. Только в Азербайджане проживают 4000 удин. Они не только смогли сохранить свои традиции. Сложнее всего им пришлось в период завоевания Азербайджана, царской России. У удин отбирают право исповедоваться на собственном языке. Церковь была полностью упразднена и передана Григорианской церкви. Село Ниц славится своими плодоносными садами, среди которых особое место занимает фундук. Кроме того, удины славятся своим умением делать вино. На территории музея очень много объектов, каждый из которых требует к себе особого внимания. Вот, к примеру, это дерево. Никогда не догадаетесь, что это такое. Оказывается, это настоящий погреб. Удины, когда делали заготовки на зиму, они хранили его вот здесь. Удинский уджаг официально открыт для туристов, гостей страны. Название выбрано неспроста, поскольку именно они прямые потомки древних кавказских албан. А село Ницжу в Габалинском районе – исконная территория их проживания. Сегодня тема Кавказской Албании очень актуальна. Почему? Потому что, когда мы говорим, что мы, азербайджанцы, на сегодняшний день – это мусульманская страна, но до мусульманской страны Кавказская Албания существовала на территории Азербайджана более тысячи лет. И одновременно первое государство, которое приняло официальную веру в христианство на территории Кавказа. Многие экспонаты расположены прямо в саду музея. Их здесь более одной тысячи. Старинные кувшины, телега, столы и стулья. Для посетителей здесь открыт ресторан, а также небольшая гостиница. Этот родник называют Бабабулагы. Он здесь существует с 17 века. Говорят, что вода здесь пробивается из недр земли, а точнее 54 метров в глубину, без какого-либо насоса. Многие туристы и приезжающие сюда верят в то, что если бросить в родник монету, ваше желание обязательно сбудется. Здесь можно увидеть, как монеты местные, так же и других стран. Вот, к примеру, монета российский рубль. Музей был основан в начале 2017 года известным азербайджанским художником, действительным членом Союза архитекторов ЮНЕСКО Шахвилетом Мамедовым. Фарида Ашалвар, Уфат Альгперов, Габала, Сибиси.